Заметила, что почему-то именно в пост очень обостряются отношения и на работе, и личные. Происходят ссоры, из-за которых потом трудно выйти. Как избежать таких ситуаций или не допустить? Конечно, все, кто мало-мальски постился, знают эту проблему. Причина этой проблемы две. Первое, это то, что действительно в пост мы лишаем себя разумно или неразумно другой вопрос. Но так или иначе мы ограничиваем себя в тех удовольствиях и радостях, которые обычно смягчают наше сердце. Ну, каждый-то знает, что у тебя плохое настроение, пошел покушал вкусное, но у тебя хорошее. Вот, или еще что-то там, посмотрел какую-нибудь сказку для взрослых там, типа боевика, или для детей, типа Александра Роу. Вот, и тоже как-то жить хочется. Или там еще что-то там, позволил себе какую-нибудь радость. Не греховную. Но мы этих негреховных радостей, тем не менее, в пост себя лишаем. И, конечно, привычный релакс у нас не получается. То есть, то, как мы привыкли снимать нервное психологическое напряжение в обычные дни, вот в пост мы себя лишаем. Другой вопрос, то надо подумать самой, но если самому ли, если не получается с духовником посоветиться, может не все из того, чего мы себя лишаем, действительно стоит того, чтобы этого лишать. Может, это стоит оставить. Вот, скажем, я заметил в некоторых случаях, что прогулки по природе очень благотворно умиротворяют сердце человека. Они уж никаким образом не являются запретом, запрещенным хоть кем-нибудь когда-нибудь в пост. Вот, на самом деле, потенциал отдыха, вот, расслабления нервной системы, какого-то очищения души, чисто вот душевно-эмоционально происходит. Надо этот вопрос просто как-то задуматься, сесть и посмотреть, может, из того, чего я себя лишил или лишил, не все нужно делать, а нужно что-то и сохранить, и не доводить себя до такого состояния злобления. Но это самая первая и самая простая и не самая важная причина. А вторая причина, что на самом деле бывает гораздо чаще, вот эти вот ухудшения отношений, раздражения, они есть обличение слыша. Так бывает всегда, когда мы относимся к посту внешне, когда для нас важно именно соблюсти форму поста. Сама эта установка безотносительно к тому, сильно мы постимся или слабо постимся, вот от всего отказываемся, или только от мяса, или от молочки, или от конфет, или еще что-то. Совершенно без разницы, стоит нам только к посту отнестись внешне, так сразу меняются отношения с окружающими людьми, которые, и это изменение отношения, но показывает, Бог обличает, ты неправильно относишься к посту. Потому что главное к посту, в посте, это состояние мирного сердца, это милостивое, любовное, заботливое отношение к окружающим. Когда я отвечал на самый главный и первый вопрос о том, как нужно поститься, я об этом ссылкой на, в первую очередь, на пророка Исаия, 58 главу книги пророка Исаия, говорил о том, что суть поста в том, чтобы наше сердце было мирным, и мир мы искали. То есть, вот это первая важнейшая заповедь поста, все провались оно куда угодно, главное, чтобы я сохранил мирные отношения с людьми, чтобы я сохранил возможность улыбаться людям, возможность выслушивать их, возможность жалеть их и понимать в этом смысл поста. О том, что я от чего-то там отказываюсь, отрекаюсь, не делаю, это мое личное дело. А пост нужен именно, в первую очередь, для того, чтобы как раз изменить отношение к людям. Когда у меня такая установка поста, когда именно для этого я пощусь, вот это главное и первичное, а внешнее вторично, тогда все нормально с отношениями. Можно из поста в пост поститься, и никаких раздраженностей, никаких озлобленностей не будет, они не коснутся сердца. Вот это бывает только тогда и всегда бывает, когда мы изначально установлены только на внешнее соблюдение поста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...